Доброе утро! Саша Каштанов и Антон Мартыненко приветствуют вас, дорогие телезрители. Ровно месяц остается до нового учебного года. Это мы уже переходим к хорошим новостям для школьников. Для многих ребятишек школьный звонок прозвучит впервые. Несомненно, это очень важный и торжественный момент в жизни не только первоклассников, но и их родителей. Малышам предстоит период адаптации к новому распорядку дня, к новому коллективу, к правилам, к школьным заботам. Как сделать так, чтобы новый этап в жизни первоклассников прошел максимально гладко, мы узнаем у нашего сегодняшнего гостя. В студии хорошего настроения преподаватель кафедры психологии образования Института психологии Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танко. Специалист по детской психологии Нина Козырева. Доброе утро! Доброе утро! Сладкие подарки предоставлены партнером программы кондитерской фабрикой «Витьба». Сладости от «Витьбы» — это неисчерпаемый источник хорошего настроения. «Витьба» — наполняем жизнь вкусом. Попробуй нежные, плазированные пирожные с молочной, клубничной и вишневой начинкой. Как чертен на ватру, если рядом с другом, сила, смелость у нас наполняет Сноу-Макс. Сноу-Макс! Сказочно вкусно! Давайте поговорим о таком волнительном событии, которое совсем скоро произойдет и у детей, и у их родителей, когда малыши отправляются в первый класс. Скажите, какая должна быть первая подготовка? К чему нужно сейчас прийти? Прежде всего, вот остается месяц, и это время лучше посвятить укреплению иммунитета ребенка. Вот на первом месте все-таки здоровье. Пускай ваш ребенок не сидит сейчас за партой, выписывая какие-то крючочки и стараясь. Чтобы пришел самый подготовленный 1 сентября. Все там будут про море рассказать, и уже будешь знать таблицу умножения в первом классе. Лучше все-таки позаботиться о здоровье ребенка. Прежде всего, это правильное, хорошее питание, это белковая пища, обязательно мясо, рыба в рационе, молочные продукты, растительная пища, овощи, фрукты в достаточном количестве сейчас. Обеспечить ребенку возможность пребывать достаточно долго на свежем воздухе, обеспечить двигательную активность ребенка, подвижные игры никто не отменял. И достаточная физическая подготовка позволит ребенку высиживать, выдерживать эти статические нагрузки. Скажите, но все-таки вот поход и в первый класс, и в десятый класс, это стресс считается для ребенка, для организма. Когда мама, папа вот с 1 августа начинают говорить, вот через 30 дней в школу, через 29 дней в школу, через 28, и так вот каждый день. Это хорошо? Плохо? Правильно ли они себя ведут? Я думаю, лучше не нагнетать обстановку. И сами родители должны быть спокойны, не должно быть излишней тревожности. Лучше родителям заранее познакомиться с первым учителем, чтобы состоялся какой-то первый контакт, было первое впечатление, чтобы снизить их тревожность, чтобы эта тревожность не передавалась ребенку. В то же время благоприятные взаимоотношения внутри семьи, между мужем и женой, также способствуют тому, что ребенок спокоен, он любим, у него дома все хорошо, он принят. Поэтому вот на эти моменты надо уделять внимание. Единственное, что если мы хотим подготовить ребенка, то здесь лучше создавать условия для режима. Немножко уже к концу лета, раньше уложить спать ребенка, раньше поднять его, пусть по 15 минут, потом 20 минут добавлять. Но чтобы у ребенка немножко структурировано было время в течение дня. Где-то он поиграет, где-то он почитает вместе с родителями, вот, перескажет какую-то сказку. Чтобы не было стресса, да, такого, ни сего, когда нужно просыпаться уже. А что касается отдыха родителей, я знаю, что многие любят как раз-таки на август его оставить, с ребенком уехать, вот, буквально за пару дней до начала учебного года вернуться. Это лучше, хуже? Лучше чуть-чуть раньше отдохнуть, потому что, возможно, проблемы со здоровьем потом, когда ребенок возвращается с югов, да, сюда в этот климат. Вот, и здесь, возможно, что будут проблемы со здоровьем. Да, да, да. А необходимо ли подключать ребенка к покупкам школьным? Ходить вместе за школьной сборой, канцелярией, да? Это создает позитивную внешнюю мотивацию. Чтобы и платил ребенок тоже своих накопленных денег за все тетрадки. Ну, что-то он может и свое вложить, если захочет. Вопрос в другом. Чтобы ребенок сам мог выбрать пенал, портфель вместе с родителями, одежду. Это все создает позитивную мотивацию, он идет с новенькими вещами, которые сам выбирал. Скажите, пожалуйста, вот когда, две ситуации. Ребенок приходит после первого дня в школе и говорит, я больше никогда не вернусь, это самое худшее место на свете. И ребенок приходит и говорит, боже, это самое лучшее место на свете, пожалуйста, я не хочу быть дома, хочу быть в школе. Какая ситуация более ненормальная? И та, и та ситуация создает, да, такие крайние варианты нормального восприятия. Может быть, первое сентября линейка и все вот эти радостные переживания для ребенка подняли настроение, он подумал, как хорошо. А потом, впоследствии, когда он столкнется с тем, что надо сидеть на уроках, что надо слушать, что надо выполнять что-то по инструкции, у него возникнет разочарование. И с точностью наоборот. Если ребенок сначала наотрез отказывается идти, нужно постараться его замотивировать, рассказать что-то из своей школьной жизни позитивное, что здесь же возможны контакты и последующая дружба со своими сверстниками и в дальнейшие годы. То есть здесь можно какой-то позитивный такой настрой создать. В том числе о социальной адаптации, как ребенку познакомиться в новом коллективе с ребятами, вы сказали завести друзей, и чем родители могут помочь? Самый идеальный вариант, когда ребенок уже находился в дошкольном учреждении общеобразовательном, у него уже есть навыки налаживания контактов, и хорошо, если он был принят группой, то это очень хороший старт для ребенка. Если ребенок не посещал дошкольное учреждение, то желательно какие-то контакты организовать во дворе, расспрашивать у него, как у тебя, давать какие-то советы. Хорошо, если у ребенка будет хороший кругозор что-то, он может рассказать, быть интересным, научить ребенка выслушивать другого. Потому что когда он рассказывает только о себе, он через какое-то время становится неинтересен. А если он немножко остается загадкой такой, да, и если ребенок умеет доброжелательно выслушивать своего сверстника, то с ним всегда охотно идут на контакт. Последний вопрос. Нина, мы к вам и в вашем лице ко всей современной психологии обращаемся. Вопрос, который волнует абсолютно каждого родителя, что по этому поводу современная психология говорит, в каком возрасте телефон даем детям? Я знаю, что этот возраст снижается с 19 века, когда детям лет в 40 только давали телефон. Сейчас в каком возрасте, ну вот, более-менее безболезненно это считается? Этот вопрос лучше адресовать невропатологу и разбираться индивидуально с каждым ребенком. Почему? Потому что есть дети, которым и в подростковом возрасте нежелательно давать телефон, интернет и так далее. И в то же время, так как ребенок находится в кругу сверстников, у всех есть телефоны, и он не хочет быть белой вороной. Поэтому здесь все-таки мы идем где-то на поводу и даем телефон. И в то же время нужны какие-то ограничения. То есть, к сожалению, вот точные цифры, что там с 10 лет можно телефон, таких цифр нет. Все индивидуально. Ну, лично я отсрочиваю, как только могу, это время. То есть у моего ребенка есть смартфоны и так далее. Но, зная, что дети на переменах, вместо того, чтобы побегать, сидят в телефонах. Вместо того, чтобы на уроке внимательно слушать под парту и в телефон, лучше все-таки ограничивать и отсрочивать это время. То есть это не сказывается положительно на нервной системе ребенка. Спасибо огромное вам за ответ на наш вопрос. Я напоминаю, что сегодня к нам в гости заглянула и поделилась дельными советами преподаватель кафедры психологии и образования Института психологии Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка, специалист по детской психологии Нина Козырева. Ну, а перед тем, как попрощаться, мы хотим угостить вас бисквитными сладостями от партнера нашей программы, кондитерской фабрики «Витьба». Пожалуйста, это вам. Спасибо вам большое. Мы пока не прощаемся, а встретимся с вами буквально через несколько минут.